Всем привет, меня зовут Иван и вы на канале Moment of Tarkov. Как вы уже наверное поняли из названия, сегодня ролик у нас не особо типичный для моего канала. Сегодня мы рассмотрим игру от компании Wargaming под названием Calibur. Чем меня заинтересовала данная игра? Про игру это я узнал очень давно, наверное даже чуть раньше, чем я узнал про Escape from Tarkov. То есть более двух лет назад я услышал что-то про эту игру, я заинтересовался. Почему? Потому что когда-то давно первой игрой, так сказать, в онлайне, которой я начал играть, когда у меня только появился интернет, это был World of Tanks, я был участником закрытого бета-теста. Хоть и, так сказать, мой путь с танками разошелся уже очень давно, буквально через полтора года игры в танки на закрытом тесте и потом еще и на релизе вот эти полтора года я играл, все равно меня заинтересовало, потому что не так часто выходят сейчас какие-то новые шутеры, а не продолжение существующих серий и не так часто вообще на территории Российской Федерации и страны СНГ выпускаются какие-то игры, тем более шутеры. Меня это заинтересовал, я начал немножко так поглядывать за игрой, когда всплывет какая-то информация, отправлял заявочку на закрытый тест, заявочку мою никто не одобрял. Зато мне недавно пришло, буквально по-моему месяц или полтора месяца назад, пришло письмо с тем, что поздравляю, вы можете игру купить. Я такой, это конечно все очень заманчиво, но она же фри-то-плей. Но все мы знаем, сейчас вполне себе модно и многими используемая фишка с ранним доступом на закрытый тест фри-то-плей проектов. И знаете что, я не пожалел 500 рублей в тот момент и так отчехлил им, получил себе ключик на доступ и решил поиграть. Сразу скажу, я не про киберкатлета в шутерах, я играю в совершенно разные игры. И не сказал бы, что я особо-то опытный игрок, потому что в компьютерные игры я играю буквально вот только последние лет 8. То есть до этого я особо-то ни во что и не играл. По ряду причин, потому что у нас там ПК не было, ну это уж такое. Сами знаете, в нашей стране в начале 2000-х не так много у кого был ПК в принципе нормальный. Как только я начал играть, сначала у меня появилось ощущение, что я залез в какое-то говно, извиняюсь конечно. Но я был немножко шокирован, потому что ощущения от игры были очень странными и полностью не отвечали тому, что я видел на видео, что я видел на обзорах до этого у людей. И как-то я был немножко даже в шоке и немножко был даже разочарован в том, что получил. Но давайте по порядку. На этом сейчас мы вступление закончили, сейчас будем разбирать саму игру. Сначала поговорим о геймплее. По геймплею игра представляет из себя командный шутер, в котором все роли четко закреплены. Команды состоят из 4-х человек и из 4-х классов. Штурмовик, поддержка, медик, снайпер. Если вы играете в PvP, вы сражаетесь с такой же командой. Если вы играете в PvE, вы сражаетесь просто с рандомными ботами. Там боты-снайперы, боты-грантометчики, боты-пулеметчики, боты-штурмовики. Сразу скажу так. Я большую часть времени провел в PvP, потому что лично мне PvE неинтересно. И пощупав PvE в данном режиме, в данной игре, я понял, что оно скучновато. Сейчас кратко о нем расскажу. Есть два вида PvE. Обычная против ботов и спецоперации. Обычная против ботов, это вы должны идти из точки А в точку Б, сделать определенные действия и идти либо дальше, либо остаться там и обороняться. Сразу скажу, данный режим очень скучан, потому что, в принципе, сами по себе боты, которые там есть, они, да, меткие, но туповатые, валят толпой. Вы просто как в тиге их расстреливаете. Если грамотно расположиться, так сказать, по позициям, идти вместе, поднимать друг друга, если упали, лечить, если вы медик, то все будет хорошо. Вы проходите буквально за 5 минут PvE и рейд, и расслабляетесь, идете дальше. Спецоперации, что-то более сложное. Честно, я поиграл в них немного, потому что, как я сказал, PvE меня не интересует. Но это все то же самое, только чуть больше задач и более усложненные. Мы несколько раз играли с товарищем Рагнаром. Кстати, большое спасибо за помощь с сбором информации по данной игре. Он у нас опытный игрок в Калибр. Так вот, мы с ним вместе пошли играть, и мы проиграли буквально, по-моему, 3 раза подряд, начиная одну и ту же миссию, только потому что нам надо оборонять передатчики, либо ретрансляторы, что-то такое с электроникой. И когда мы сидели и оборонялись, их постоянно ломали, потому что боты целенаправленно идут их ломать. И единственный вариант их реально защитить, это просто своей тушкой стоять и впитывать урон, вместо того, чтобы пули попадали в эти ретрансляторы. Это было очень скучно, уныло, и мне хватило буквально на 3 попытки. Что же сказать про PvP? В PvP, казалось бы, все должно быть интереснее, потому что команда против команды, у каждого свои специализации, можно использовать тактику, можно использовать фишки персонажей, они все уникальны, как заявляют разработчики. Но на самом деле нет. Коммент, по геймплею, казалось бы, одна из самых важных частей, не будем пока трогать специфику персонажей, будем говорить про просто командное взаимодействие. Что такое командное взаимодействие? Это когда ты даешь информацию союзникам постоянно, ты говоришь, я вижу врага, давай обойдем с этой стороны, давай мы сделаем то-то, вот он занял ту позицию, он сейчас будет стрелять, осторожно, это снайпер. Здесь всего делать этого не надо, несмотря на наличие голосового чата. Здесь игра все делает за вас. Если ваш персонаж уже засветил противника, он сам автоматически говорит фразу, вижу штурмовика противника, и штурмовик подсвечивается, если ты его видишь. И так все время. Если ты наводишь оружие на врага, он тоже подсвечивается. Если некоторые снайпера, у них есть способность обнаружения, они сквозь стены просвечивают противника, и ты несколько секунд сквозь стены видишь силуэт противника, и что он делает. И все вот эти вот нюансы того, что игра все делает автоматически за игрока, убивают сам смысл в командной составляющей, то есть в общении, в координировании каких-то действий. Вы все можете делать, не используя голосовой чат. И вообще, в принципе, не используя чат, персонажи сами дают информацию другим игрокам автоматически. Дальше, если идти по персонажам. Снайпер, например, один из самых полностью бесполезных персонажей. Как показывает мой опыт, сколько я играл. Обычно снайпер делает 2-3 убийства за весь раунд, и то в лучшем случае. Потому что находится он далеко от боя. В случае чего он не может помочь союзникам стать, потому что, опять же, он далеко. Все его преимущества на дальней дистанции. И если он остается один, то это, скорее всего, проигрыш. Единственный вариант, если это какой-то трубатька про тащер, который всех сейчас раскидает. Все остальные случаи, оставшиеся живых снайпер, это проигрыш команды. Медик еще более-менее, он может воскрешать, он может лечить. Поддержка тоже странный персонаж. Очень медленный, передвигается очень медленно сам по себе. Пулемет у него слабый относительно штурмовинтовки. Так что в нем смысла тоже ниже. И как мне сказал Рагнер, как я сам тоже это понял. Что куда было бы полезнее, если бы в команде было три штурмовика и один медик. Тогда бы побеждать было намного проще, и играть было намного проще. Да и игры находились бы намного быстрее, потому что огромная доля игроков хочет играть только за штурмовика. А поиск работает так. Ты выбираешь роль, и те подбирают команду. Соответственно, все хотят за штурмовика, потому что это лучший класс в игре. И никто не хочет играть за остальные классы. Даже сами разработчики это признают. Вот они выложили недавно пост, в котором просто просят. Ребят, мы конечно знаем, что вам штурмовик нравится. Но давайте за других играть. То есть они сами признают, что такая проблема есть. Но пока ее никак не решают. Это мы поговорили про командное взаимодействие. Так как калибр это шутер, то стрельба в шутере должна иметь как бы ключевую роль. Потому что все в шутеры играют ради того, чтобы стрелять. Ну, большинство людей. Так вот, стрельба здесь крайне неказистая. Во-первых, само исполнение прицеливания меня удивило. Потому что я очень давно не видел реализацию прицеливания в оружии. Не через 3D модель, а через PNG спрайтовую картинку. То есть у нас не оружие, то есть нет анимации прицеливания. У нас просто в прицеливании становится вид от первого лица. И появляется мыльная картинка, якобы изображающая вид оружия от прицеливания. Такого я давно не видел. Мне это очень повеселило. Последний раз я, по-моему, такое видел. Бесплатный шутер такой был, Point Blank, в году 2012, по-моему. Последний раз я это там видел. Сейчас обычно в играх стараются делать все через 3D модель, чтобы это было красивее и динамичнее. Что же по ощущениям от стрельбы? Оружие полностью не ощущается. Я играл за штурмовика, медика, поддержку, снайпера я чуть-чуть пробовал. И скажу так. Совершенно ты не чувствуешь все, что ты стреляешь. С ппшки ты стреляешь, с пулемета тяжелого ты стреляешь, типа печенек, или стреляешь с сока. Ощущения полностью одинаковые от стрельбы. Ты нажимаешь кнопочку, есть какие-то звуки, звуки совсем невнятные, оружие что-то подергивается, и в разные стороны летят пулики. Тут у нас разброс такой же, как World of Tanks. Просто рандомный разброс в определенную область. Отдачу контролировать почти не надо. Достаточно просто чуть-чуточку ввести мышечку вниз при зажиме. И когда ты попадаешь по противнику, ты не понимаешь, что попадаешь. Большую часть времени я отыграл оперативникам с ПКП печенек. Это огромный тяжелый пулемет под мощный патрон, который используется во снайперских винтовках. И в принципе в пулеметах под 7,62. То есть это полноценный патрон. И стреляя по противнику, я не ощущал, что я стреляю из пулемета. Я ощущал, как будто я стрельбол играю. Как будто я его шарами пластиковыми закидываю. Потому что для того, чтобы убить противника в голову, надо попасть пять раз. Снайперу, чтобы с СВД убить в голову, надо два раза попасть. Игроки с ППшками убивают быстрее, чем я убиваю с ПКП печенек. И это полностью меня расстраивало, потому что я этого оперативника купил. Только потому что, о, печенек, потащу пулемет. Хочу его в Таркове увидеть, хоть тут поиграю с ним. И это меня разочаровало. То есть ощущения от стрельбы никакие. То есть тут у нас полностью провал по шутерной составляющей. Локации вполне себе довольно интересная такая сторона этой игры. Довольно сильная сторона этой игры в какой-то степени. Потому что они детальные, они более-менее симпатичные, они есть разные. Но тут все упирается в тот момент, что они максимально коридорные. Большинство схваток на локациях происходит в одном и том же месте. И нет каких-то тактических обходов или чего-то еще. Все игроки просто идут обычно в одну сторону. И там перестреливаются лоб в лоб. И в редких случаях, когда никто не хочет вылазить, кто-то начинает обходить. Но в основном все реально сводится к тому, что все идут в одну определенную точку. Также локации еще и не сбалансированы. Например, на некоторых локациях, играя за определенную сторону, на которой ты появился, у тебя больше преимуществ. Потому что ты занимаешь позицию выше быстрее. А быстро занять позицию здесь тяжело, так как стамина одна на весь бой. То есть если ты ее потратил в первые две минуты боя, до конца боя у тебя она почти не восстановится. А тебе еще играть минут 10. Так что очень тяжело использовать преимущество карты. В большинстве случаев ощущение, что ты играешь на одной и той же карте, которая чуть-чуть меняется. Потому что каких-то явных таких моментов, которые бы отличали одну локацию от другой, их нет. Поэтому играть становится скучно. Также на локации есть укрытие. Укрытие некоторые ломаются, некоторые не ломаются. Тут, например, есть преимущество у персонажей с гранатометами. Ты, бывает, стоишь за укрытием, перестреливаешься. Тут его взрывают. Ну и ты как бы проиграл, казалось бы. И очень много вот именно коридорных. То есть там торговый центр есть локации. Есть локации улицы какого-то афганского города, насколько я понял. Это просто буквально три коридора. То есть две точки, где появляются противники, соединенные коридорами. Также очень странная вот эта механика захвата базы из World of Tanks, которая всплыла. То есть как бы очень странно видеть такую механику, что можно тупо пойти по какой-то направлению, не встретить противника, зайти на его базу, просто ее захватить, поздравляя победу. Ну, в шутере это выглядит прям очень смешно. Казалось бы. Так что картами я тоже не особо доволен. А вот с персонажами самое веселое. Как только я купил игру и начал в нее играть, персонажей было 18 оперативников и 4 стандартных, ничем не выделяющихся. И на тот момент из 18 вот таких вот оперативников, состоящих из бойцов, являющихся бойцами разных подразделений, типа команда Альфа, Польский Гром и тому подобное. Из 18 только 4 были за донат, по-моему. То есть они были в стартовых пакетах. То есть для того, чтобы поиграть, надо приобрести доступ. Либо за 500 рублей просто доступ, либо за 1250 спецназовцы и доступ в игру, то есть оперативника. Сразу получить не стандартного, а более продвинутого. И тогда мне казалось это нормально, в принципе интересно, они все разные. Да, нельзя менять оружие у бойцов, но у каждого бойца свое оружие. Они почти не повторяются. У каждого бойца свои перки определенной способности, которые можно использовать. У некоторых есть гранатометы, у некоторых есть там разведка, гаджеты для разведки. То есть все было более-менее прикольно и интересно. И даже как бы и гриндить особо было не надо задротить, потому что играя буквально там по несколько часов в неделю, ты выполняя ежедневные задания, открывал бы себе по оперативнику. И играя там по 11 недель, это около там 4 месяцев, что в принципе нормально для фри-то-плей проекта, ты бы открыл всех этих персонажей. И я так думаю, ну это вполне прикольно, ругать не за что. Еще и персонажи красиво нарисованы, это вот реально за что стоит похвалить команду разработчиков. Очень красиво и детально прорисовано снаряжение. Но они на это и делают ставку. В интервью разработчики много раз заявляли, что они хотят сделать реалистичное отображение экипировки бойцов разных спецподразделений. Именно реалистичное отображение экипировки. Они всегда на это делали ставку, они не на реалистичность полностью игры. Так вот, и да, это полностью соответствует, то есть я смотрю на своего бойца, у него там шлем, паст МТ, у него там плитник, у него пулемет-печенек в песочном камуфляже с прицелом и рукояткой от Зенит РК-1, который, ну все многие знают, по Таркову. То есть это все детально, я это все узнаю, это прикольно. И все было бы ничего, если бы несколько дней назад не вышел замечательный патч, который просто взял и исправил всю экономику, всю экономику, так сказать, в лучшую для варгейминга сторону. Что они сделали? Они сделали очень веселую вещь. Теперь больше, чем половина контента за донат. То есть если раньше из 18 персонажей 4 были донатные, сейчас из 18 персонажей 11 донатные. И вот это прям лично меня очень удивило, Рагнара это прям выбесило, он прям бомбил, писал мне, я сидел еще в шоке был, типа, ну это прям очень странно, что кто-то так стал делать, что просто взять и большую часть контента игры повесить ценник в рублях. И ценник-то не маленький. Что мы имеем? У нас 4 базовых оперативника, которые 4, то есть стандартных по ценам рекрута, 7 за внутриигровую валюту, а причем цена еще выросла в 3 раза больше, чем, около в 3 раз они по-моему выросли. То есть гриндит нам теперь еще больше. 7 оперативников по 550 рублей каждый. И еще 4 за 1250 рублей в пакетах, то есть за доступ, пакеты раннего доступа. Это что получается? Для того, чтобы поиграть в этот шутер с полным доступом к контенту, надо заплатить больше, чем за полный пакет Таркова. Если Тарков мы покупаем за 5000 рублей, то Калибр, чтобы получить весь контент, надо заплатить больше 8000 рублей. Там 8000 с чем-то получается. Ну на экране сейчас будут цифрыки, это все посчитаю. И меня это прям поразило, то есть вы делаете фри-то-плей шутер, где ты не можешь менять оружие персонажа, а рано или поздно тебе на каком-то конкретном персонажа с одним и тем же оружием надоест играть. И единственный способ получить разнообразие, это покупать новых персонажей. Так вот, вот эту покупку новых персонажей вы запираете на замок доната, вынуждая игрока, которому если даже нравится игра, еще больше нести денег. И меня это прям очень сильно удивило, и это прям ошарашило. Такой наглости, ну я прям это и назову наглостью, я еще никогда не видел. Так что даже персонажей разбирать я не смог, потому что наиграв все это время я смог купить себе только одного оперативника. Хотя я наиграл довольно много, даже стрим провел по этой игре, и мы заработали буквально какие-то сущие копейки за этот стрим. Так что мне даже нечего сказать по поводу этого. И теперь я хотел бы подвести какое-то заключение, поговорить о том, для кого и зачем нужна эта игра. Учитывая все, что было до этого, учитывая долгое время, ну долгое ТТК, то есть time to kill, сколько времени требуется на убийство. Учитывая то, что стамина персонажа очень быстро заканчивается, и ты начинаешь медленно ходить. Учитывая, что персонаж сам по себе дубовый, например, куешить нельзя, перепрыгивать там, прыгать-бегать тоже не получится. Только можно преодолеть некоторые препятствия. Становится понятно, что разработчики не ставили перед собой цели отобрать аудиторию у других шутеров, которые сейчас есть, командных. Ни у Варфейса, ни у Overwatch, ни у того же Таркова, или Батлы, или Call of Duty. Они делали это все на свою уже существующую аудиторию танков. То есть медленный, размеренный геймплей. Когда по тебе стреляют, у тебя есть время сообразить и как-то среагировать, ты не умираешь сразу. Все вот эти моменты реально показывают то, что у них есть четкое понимание того, для кого они делают эту игру. И возможно для этих людей эта игра хороша. То есть, например, я бы стал рекомендовать игру, и то, когда она выйдет в свободный доступ, только за это платить нельзя. 500 рублей за это, чтобы в это поиграть, это слишком много. Так вот, я бы ее порекомендовал только тем, кто любит и играет в танки, но уже устает от того, что это танки. Тогда Калибр вам возможно понравится, это будет что-то новое, свежее для вас. Но если вы играете в какие-то другие шутеры, играете вообще в принципе все новинки, вы такой скушенный геймер, то эта игра совершенно ничего нового вам не покажет. И блин, будь эта игра на мобилках, к ней было бы меньше претензий, потому что с таким геймплеем, с таким ТТК на мобильных телефонах было бы играть нормально. Там все игры по такому принципу работают. Но нет, это игра на ПК. И на ПК она выглядит очень блекло, очень стрёмненько. Так что рекомендовать ее никому бы не стал. Ну, единственный вариант, если вам совсем скучно, то взять там бутылочку газировки, взять своих там пару товарищей, когда игра выйдет, бесплатный доступ, и пару часов просто повеселиться. В принципе, ребята, на этом все. Я думаю, мое мнение понятно. Игра не стоит того, чтобы тратить на нее время, если вы опытный игрок в шутеры. Пишите свое мнение в комментариях, если вы пробовали, пишите свое мнение, если вы просто хотите его высказать. Я хочу сказать, я почитаю любой мне, я приемлю любую сторону, любую точку зрения. Всем большое спасибо. Приходите, пожалуйста, на стримы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Совсем скоро в Escape from Tark выходит патчи. Мы будем врываться, просто пилить огромное количество контента по этой игре по Escape from Tark. Всем, ребята, большое спасибо. Я надеюсь, вам было интересно. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok